Аминь. Иди из семья сябны, и очистены от всяких свердых, и спаси блажен души нам. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, великий Бог и Спаситель, Ты послал своих учеников и сказал, идите, научите все народы, крестите и опять учите нас. Господи, мы хотим научиться от Тебя, как соблюдать заповеди Твои, как ходить чистыми и непорочными, чтобы наладить свои семьи, воспитать детей и достойно пристать перед Богом. Поэтому благослови наше общение и нашего учителя, миссионера Игнатия, даруй ему мудрости и нам, как внимать Слово Божие, понять Твои божественные истины, да прославится всем имя Твое Святого Отца и Сына Святого Духа, ныне и призна и во веки веков. Аминь. Господи и сестры, я в молодости очень любил путешествовать. И вот один ведущий человек говорит, Наум говорит, давай вот я еду в Сибирь и со мной поезжай. А вот в Сибири, в Барнауле, я встретился с Игнатием Чехановичем. Да, и мы встретились у него дома. Ну, я читал много Библию немножко, и у меня были вопросы. И вот когда, значит, мы начали беседовать, на столе была Библия. И вот здесь Игнатий сказал, говорит, я не от себя буду отвечать, а как, что Бог сказал в Священном Писании, разъяснили отцы, то я буду отвечать вам. Да, и вот я спросил, почему вы, значит, не Богу поклоняетесь, а иконам? Кажется, так было, да? Да, и вот он мне раскрыл учение об иконах, почитая иконы. Учение о священстве, ну и всем о благодати Божией, и самое главное учение о православной церкви. Да, и вот сейчас, да, и потом мы с ним, значит, переписывались. Ну, и достал вопрос, как, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Он в Сибири, а я здесь, в Пилиси. И вот мне звонок, говорит, Наум, я еду в Москву. Ну, и говорит, я тоже приеду. Да, и мы там встретились все, здесь он подготовил, я уже выучил силу леры. Да, и там полным погружением, там это селение Переделкино. Мы крестились, и вот он, грёстный отец, учитель до сегодняшнего дня. Сейчас мы даже сейчас общаемся через интернет. Ну вот, сейчас я, значит, к кому какой вопрос Господь положил на сердце? Да. Вот Вы задайте. Ну, Вы это сделаете вступление, как Вы здесь, в Вашей общине, всё это расскажете. Я пару раз скажу, я плохо слышу, что это далёко не отходил. Вы же перевозчиком по-русски, а здесь плохо слышу. Это я в Америке был, когда выступал, там, тут корейский, китайский, там разные. Да, кстати, его пригласил митрополит Виталий. Здесь именно в Америке загубежная церковь, глава загубежной церкви. Второе приглашение было теперешнего митрополита, который был тогда секретарь синода Иларион. Я ещё добавлю, что они приглашают, оплачивают дорогу разные фонды, но по миссионерскому впервые за 70 лет. Здесь нужно отметить, что там и церковь, и многолетние традиции. Но большая нужда в учителях, миссионерах, которые могли раскрыть православное учение. Поэтому здесь, вот Игнатий, и там послужил, здесь послужил Господу. Вот интересно, они такие богатые, просвещённые. Что они хотели там узнать? Узнать. Вот здесь видите его. Да. Американцы с этим дитарида, шедлевули халхия. Да, Ирак и тхэби, а цукхэмтат мат? Если им так конкретно задать вопрос, некоторых тревожило любопытство. Они любят узников, за слово Божие, а я сидел несколько раз в тюрьмах за проповедь. Поэтому они хотели услышать. Вот приезжают русские, все они такие. И захотели увидеть такого, как они представляли до революции. Но оказалось, что я хуже тех, которые до этого были, а кто им не понравился. Я им ещё больше не понравился, чем предыдущие. Я их разочаровал. Они ждали, что я буду говорить, как они хотят. У меня книга написана, 38 книг. Я никогда, ни разу, ни в одной строчке никому не угождал. Они просто ошиблись. Не всё знали. Я спросил, скажите, вы сохранили здесь православие то, которое было до революции? Точно такое было? Они говорят, да. Да. Я говорю, вы являетесь истинными потомками тех, которые погубили Россию. Они на этих словах не остановились. Послали меня в монастырь. Откуда бы я ни приехал, они спрашивают, там, в Сан-Франциско, в Сакраменто. Понравилось? Я говорю, не понравилось. Они не знали, как мне угодить, чтобы понравилось. Ночные молитвы, радость, пение. Я спросил, вы можете собрать молодёжь, чтобы побеседовать с нею? А я ответил, наша молодёжь ничем не нуждается. Нужно уметь радовать других, и священник нуждается в этой поддержке нашей. Я не говорю о смертных грехах. А бывает невоздержанный язычок. Ну, если кто-то сказал слово, торопится сказать два сразу. Да припомни то, что десять лет назад было. И вдруг ты почувствовала полностью освобождена. Батюшка за тебя молился, ты воздерживалась. И на исповеди скажи, батюшка, я уже столько раз исповедовалась. А теперь хочу поблагодарить Бога и вас. У меня этот грех исчез. Я перестала скандали со всеми. Особенно помогает святая вода. Муж что-то сказал, ты полный рот набери и держи во рту. Ты увидишь, как поможет всё. Если вот у нас принято, что перед каждым причащением необходимо исповедоваться. Если наблюдается глубокое исповедование. Тогда неужели необходимо перед каждым причащением опять исповедовать? Если вот это тронуло сердце и очистится. Практика церкви менялась. Вначале вот такого не было, чтобы к священнику подходили. А просто человек написано, испытывайте самих себя. И тогда приступайте. Испытывай каждый самого себя. Священнику не исповедуй. Это Библия так говорит. Но так как нравственность народа падала, когда церковь стала официальной. Тогда ввели вот это в практику. Как правило. Я в связи с вами здесь Bueno, а вот так как этот опыт достигнут, что к поведению с тех порvos. Но я тебе не могу. Так же Dieu, Kreuz это понял. А вот вот. И я интересно. Мы говорим, что он здесь проявляет. Я вам помню. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что это было. Я не знаю. Я jutро. У нас это было. Ну вот зайдёшь, сестра, но не дождёшься, проходит 5-7 минут, что она там рассказывает? Нужно 10 минут. У меня исповедь больше двух минут она не говорит. Я включаю благодарность Богу сюда, словословие, что батюшка порадовался, что труды его над моей душой не напрасны были. И мы должны сказать, что осознаю ведение и неведение, в уме повышения, в одни мночи, всё, что считаю повинен себя, но не в той степени, что иметь прямое указание на грех. То есть я признаю, что знание и незнание согрешил, в нём и ночь. Я во всём каюсь, хотя я не соглаюсь смертного греха об этом. Вот вам пример. Был такой Агафон. Братья решили испытать его кротостью. Монахи подошли и говорят, а мы узнали, ты вор. Он заплакал и говорит, да, братья, я вор. Бог вам открыл мой тайный грех. Узнали, что ты убил человека, ты открылся в пустыне. Да, если ты отвертили, что ты убил, я не могу, я не могу, я не могу. И вдруг он согласился и тоже заплакал и говорит, Бог открыл это, теперь я повинен в суду Божию. Братья решили, давайте скажем, ты еретик. Он вытер слёзы и говорит, братья, никогда не был. Его спросили, а как же ты согласился вор? А он говорит, пожелавший чужое вор. И был он у меня, я у брата видел, говорит, хороший пояс, он мне понравился, пояс. А это желание Бог запечатлел. А как же женщины, а посмотревши на красивую, в сердце прелюбодействовать с вожделением, с пожеланием быть? А как же убийца, ненавидящий брата и человек-убийца? Ну ты одеялом закрылся, а думаешь, да что бы ему повылазило? Да, 247 и месяц, было на 1916 лет, у него было сегодня удано! Да, из-за этого была странная, связь с отборщиком и русской границей, и странной границей, ол60-сталлеву, её истории. У меня, в конце концов, не было ничего в доме, а это было в Курте 8 метров, поисотisan с южным с жирным. Я говорю, что я сказал, что я была хороша, что я не Sweставка, тебе было его хорошим, и здесь у нас было в русском языке. Это было, я понимаю, что я в аренде жизни была, и сейчас было в sel-, ухе, А почему же ты не согласился, что еретик? Он говорит, то, слабость вожделения плоти. Плоть-то обладает тяготением ко греху. Плоть, тело тянет ко греху. А ересь это добровольное отречение, от святыни, от святости, от церкви. Я никогда не обладаю тебе, братья, поверьте мне. Я никогда не обладаю тебе, братья, поверьте мне. Священник должен очень внимательно смотреть, насколько есть при ней его исповедание грехов. И накладывайте эпитемию, эпитемия в каком-то наказании. Например, женщина приходит и говорит, я сделала аборт. А вальчика говорит, ну что ж, 40 дней тогда мясо не ешь. Ну там по 50 поклонов. Правило Василия Великого второе гласит. За каждое убитое в утробе дитя на 10 лет стоять за беременой. Два с половиной года, дождь, снег, все твое, никуда не уходи. Молись. Второе, слушающий, сказали оглашенный, за дети вышел. Потом припадающий два с половиной, и четвертый, куб настоящий, до конца стоит, но не прищищается. Батюшка, я говорю по канонам? Да. А сегодня говорят, если такие каноны включить, то в церкви никого не будет. А Ян Златаус говорит, хотя бы я один остался, но в правду и не уступлю. Относительно исповеди, это вопрос настолько серьезный, что к нему надо подходить, как первый раз в первый класс. Многие говорят, я считаю Писание, и не понимаю. Я нестыкованную проповедь говорю, поэтому скажу мирскими словами. Вот такой пайк Владимир Владимирович, Майковский. И получил записку? Мы с товарищем ваших стихов не понимаем. Он ответил, нужно иметь умного товарища. Мне этот ответ понравился. Видите, у вас сестра задает сколько вопросов. А это тоже что-то говорит. Поблагодарить ее нужно будет за вопросы. И самим научиться понимать, что у тебя закрытые глаза на многое были. У этой сестры большая семья. И она каждый день, и много раз в день решается. Матюшка, слушай всю свою записку. Надо по голосу лучше слушать. Чистым сердцем главное в женщине, как одевают, иметь больное большое значение. Имеет ли большое значение? Да. Да, чистое сердце для женщины. Да, главное чистое сердце. А что дальше, это второстепенно. Я понял вопрос. А то очень часто сектанты на этом основываются. Можно сказать. Я вам еще мерзким человеком, Чехов, в отличие. Человеке должно быть все прекрасно. Чехов, говорит, в человеке должно быть все прекрасно. Говорят, разницы никакой нет. А написано, чтобы жены одевались, как приличный святым. Я когда разговариваю на этот вопрос, женщинам отвечаю, я вот так взберу палец и провожу по этому месту. Будьте закрыты, как мусульманки. Да. Мы в Карачаево-Черкесию проехали, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Чечню. Вот только. Как будто другое государство. Едет женщина за рулем, одетого два платка, нигде ничего не нет. Ее жара не берет. Нам искать примеры нигде не надо. Достаточно посмотреть на святые иконы. Как они закрыты, эти святые. В наших книгах вы это увидите. Там много-много фотографий, несколько тысяч, как одеты наши люди, наши в наши общины. В церкви у нас никто без рукавов не бывает, никогда. Я не вторгаюсь в Ваши порядки, я говорю, как у нас. А уже вы как? У меня дети играют в лагере. Ну вот уже время, два часа обедать, колокол ударил. Они должны быть все одеты, рукава донестили, закрыты. На молитве все, что были застегнуты, мы перед Богом стоим. Дети в один день научаются этому. Война была страшная, трудная, но в армии по-прежнему спрашивали, застегнуты ли пуговицы. Гидер под Москвой, главное. Они смотрят, какая тут пуговица, а когда голову снимают, не рассуждать. Я сегодня в Тбилиси заметил, по сравнению с русскими, здесь еще не дошли до того. Многие женщины в юбках, в городе. Только одну увидел в юбках. А в Россию идут они в одних трусах сегодня. Тем более в церкви, когда идешь, говорят, приготовь сердце свое. Это не ваше как будто, но оно имеет значение. Приготовь сердце к слышанию Словы Божьего. К нам приехал священник в нашу общину. Ну, батюшка сказал, ты будешь делать торгово, но время служить. И он решил из алтаря выглянуть. Почему никто не пришел? Открыл дверь из алтаря, смотрит, церковь полная. Все стоят. Зашли, ни одного звука, ни от кого нигде нет. У нас порядок такой. За семь минут до богослужения, допустим, ваша служба с пяти. За семь минут все должны войти. Дается сигнал, все вошли. Встали. Полная мертвая тишина. Семь минут даже не креститься. Стоять и благодарить Бога, чтобы огненное служение было у батюшки. Чтобы мы душой вознеслись к Богу. За неделю поблагодарили. Через семь минут царские врата открываются. Бывает человек опоздавший. Он стоит, да, оглашенный из-за дети, внутрь церковь не заходит, а в притворе. Когда оглашенный из-за дети, оглашенный, готовящийся к окрещению, выходит, а опоздавший заходит. Верно все в храме. И это всегда. У нас выбраны специально мужчины, женщины-наблюдатели, смотрители. Женщина, вот юбка должна быть не выше 10 сантиметров от пола. Все на одной. Это очень быстро привыкает. Даже в лагерь приезжают у меня дети. Я начальник лагеря детского. В течение одного дня. Если мы поняли, что это Дом Божий, к нему надо относиться соответственно. Если даже батюшка спрашивает что-то, молча выслушал, поклонилась, а там в коридоре, он с тобой поговорит. У нас после богослужения всегда собрание. Выходим в трапезную, большая трапезная, и общее собрание. Какие нужды у нас были. И все говорят, о чем помолиться. Кто больные. Какие-то собрать средства. Рожениться кому-то. То есть это единая большая семья. После этого попоют песнопения. И кто остается, они заранее с собой приносят обед. Отобедали. И начинается занятие изучения Библии полтора часа. На душе легко и радостно. Недавно в Дом инвалидов к нам из другого города привезли женщину. И ей попала моя книга, однако. Каким образом, неизвестно. А она оказалась баптистка и увидела там наш телефон. Я сам не звоню, потому что у меня денег вообще нет. Я сразу скинул информацию брату, адвокату. Я говорю, свяжись с ней и узнай, что она хочет. Она ответила, хочу побыть у вас на собрании. Она баптистка. Баптисты боятся икон. Это идолы. А она в этот же день подошла к Евангелии, к иконам, поцеловала. Подошла под благословение к батюшке. С ней даже не беседовали еще ни разу. Вот эта атмосфера, она имеет очень большое значение. Поэтому, когда вы совершаете крестное знамение, знайте, что вы делаете. У православных неправильное объяснение. Сейчас вышел в большой толстый закон Божий, называется, Слободского. Они говорили, на лоб это означает, Господи, просвети мой ум. На грудь, в освещение чувств. На грудь, на грудь. А на правое плечо, это означает, что Господь вознесся одесную. Дальше объяснение правильно. А на лево, помилуй меня, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Но когда сейчас нарисовали, вот половинка где, а здесь вот где, получается, крест перевернут. Это длиннее половина, вот это, вот это, вот это, вот. Вот это больше, чем это. Это колдуны так молятся. А теперь говорят, до революции так печатали. Но один благочестивый человек нам подсказал. И сейчас печатают, уже нормально нарисовали. Надо на шире, вот где пук находятся. Читаем, Господи, ты голова всему, голова. Иисусе Христе, это имя, он получил через чрево Девы Марии. Сыне Божий, одесную престолу, возьмешь. Помилуй меня грешно, судя Божьим, чтобы не стоять с левой стороны. И поклон должен быть такой, чтобы если руку протянуть, я бы сооператься на позвоночник, им очень трудно ломать. Рука могла пол достать, это поискной поклон. Иисусе Христе, это поискной поклон. У меня вопрос. Сейчас у нас везде открылось, восстанавливается, и открылось много монастырей. И вот здесь много молодежи, вот совсем молодых посты и монахи. Да, вот я вопрос, что такое истинное монашество, которое мы читаем у Игнатия Бенчанинова, у Атсуфа, и что такое вообще ложное монашество? У меня этого посвящено два тома, каждый том по 750 страниц. Я разбираю 12 томов жития святых с выдержками из житей по определенным вопросам. Четыреста вопросов по житиям святым. Вот один договор. У меня четыреста. Вы посчитайте, когда я уеду. Потому что если я вам сейчас отвечу, как там у меня написано, вы меня выгоните отсюда. Я говорю, что у меня наработка есть. Монашество. Нет, подождите. Вот мы сейчас послушаем ответ не от Игнатия Тихоновича, а от Бога на основании Священного Писания. А если Бог говорит, то если у нас мнение неправильное, мы должны с Богом согласиться. Поэтому, вероятно, включим свой ум в правительство. Разрушите, пожалуйста. Ребенок плачет, а? Да, да, вот. Мать, славитель, конечно. Молодец, славитель, пожалуйста, я пойду. Можно? Да, да, да. Вот. Нравится, не нравится. Я скажу, что я никогда не отвечал с приглядской глазами. Нравится, не нравится. Я должен смотреть выше головы. Так сказал Бог. Эти книги опережают свое время на столетие вперед. Держитесь за скобейкой. У меня есть наработка выражения одно. Монашество в том виде, в котором оно есть. Сейчас. Сейчас. В абсолютном большинстве, какое было, которое где-то там, где-то когда-то, принесло вред больше, чем вместе взятые коммунисты, фашисты и мусульмане. Поясняю. Для нас главное Слово Божие. Господь говорит, идите по всему миру и проповедите Евангелие. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Дальше. Послание к Риму, 10 глава, 17 стих. Вера отслышания. Ослышание от Слова Божия. И как вера, если не будет проповедующего. Вера отслышания. Отслышание от Слова Божия. Темой монашества я занимался несколько лет. Все монашеские уставы, Венедикта, Василия Великого, они у меня там обожжены в книгах. Когда я разговариваю с настроителями монастыря, они даже этого не знают. Я говорю, правило такое, Василия Великого, Пахомия, правило. Сергия Радыич, они ее не знают. Они просто привыкли. Я монах, я там, все, 17 лет. Монахи старались в 30-ти не принимать. Первое. Слово «мона» означает «один». Моналитное сооружение. Монахи шли люди крепкого характера. Люди, желающие истинного спасения. Но не знавшие Евангелие. Пример. Пахомий Великий. 11 мая, жития святых. 11 тысяч мужиков. Аккумунная мантра. Мантра – это стена. Архимандрит – это начальник под стеной. Уставы запрещают, разговаривают, даже едят в столовую. Ни с кем не разговаривают. Монах с монахом не имеют права разговаривать. Устав. Эти монахи ничего не понимают еще. А вероотслышание. Но представьте, что сейчас 11 тысяч проповедников, миссионеров пошли проповедовать православие. Что бы было? В православии есть такой зиахан Андрей Козин. И он пишет. Я проехал сейчас места Вселенских соборов. Развали. Я не могу даже свечу затерпить. Без враждебных взглядов. Мухаммад – это Магомед. Умер в 632 году. За 6 столетий, Андрей Кураев говорит, не нашлось ни одного Кирилла Мефодия, чтобы послать к ним человека рассказать о Христе. Ни одного. Это 2 миллиарда мусульман. А это могли быть все православные сегодня. Никаких взрывов не было бы. Мухаммад был очень активный и интересный человек. Это нам его показывают таким. Вы прочитайте Коран. Я Кораном занимался не один год. У меня посвящен один том диму. Как с ними беседовать? Как работать с мусульманами? Андрей Кураев говорит, они талантливы в вере. Не оспаривать, если ничего не знаешь. Это могли быть верующие, если там были бы христиане. Христиан не было. Все Среднее Поволжье, все здесь Азиатские республики все отошли. А были монастырии нигде в них, в которых было по 50 тысяч мужчин. Да дообразить невозможно 50 тысяч проповедников, да с Евангелем в руках. Да пошли бы людям неверующим говорить о Христе. Да что бы было-то? Да Мухаммад отбыл в один из самых великих пророков. Вышел к имя Сидорова о монашести. И он говорит, шли туда люди, как бы избранные, крепкого характера, истинной веры. Но за стенами, не давая потомства, они уходили в песок. Это трудолюбивые люди. Это искренне верующие. Самомудренные, стыдливые. Можно только желать таких людей иметь государственное. Но это прямое противление словам Божьим. Идите, не сидите, а идите по всему миру. Проповедуя Евангелие всякой твари. Это куда делось? Вы просто пармонашисты не знаете, задаете. А я занимался несколько лет. Вот представьте, там они куют характер. Чтобы человек был бесстрастный. Мужчина остался без жены, но у него ребенок 6 лет. Он пришел, стучит в дверь монастыря. Настоятель вышел. Чего хочешь? Хочу монахи. А сына, как ты скажешь? А что ты умеешь делать? Я умею шить обувь. Я дословно передаю, как там написано. Ты отрекаешься от сына своего, от этого вани? Да. Вот отрекаюсь. А по-другому это малахи не скажут? Да. Но 6-летний-то ребенок этого не понимает. Он знает, что папа ему пирожки давал, папа его за руку ввел. И теперь им сказали, ребенка не кормите. Настоятель испытывает. А отцу сказали, вот дерево, под деревом шею обувь. Он шьет обувь. Сын подходит, папа, тято. Он даже не глядит на него. Он не поймет, отец это не отец. Он с той стороны зайдет с этой, весь искусанный. А его поместили там, где вши заедают. Прикиньте, к своему ребенку. Это ваш ребенок. Это как пример показывается, описывается. Но ребенок-то плачет. Монахи говорят наставатель, ребенок кревет, мешает молиться. Но никто не походотайствовал за этого шестилетнего ребенка. Настоятель придумывает новое испытание. Знаешь, ребенок, который мешает молиться. Я тебе еще расскажу, дам его сделать. Рядом еще есть крик. Хватай ребенка, брось в воду. И когда ребенок подошел, папа есть, хочу, он схватил вахапку, подбежал и в реку Борган бросил его. Но там они поставили, сядь, пузыка выловили, откачали, ребенок живой. А где же заходи любви? Богу это нужно, чтобы мы садизмом в самом прямом смысле занимались. До сегодня человека остудили из тюрьмы бы и не вышел. А это описано как пример. Пример. Житие святых – это 12 томов Дмитра Ростовского. Кто и верит в нами? Я его насчитываю на пленку, его в эфире, только моим голосом. Житие святых полностью насчитанное есть. Весь мир слушает тебя. До 12 томов надо найти где? Я прослушиваю еще раз, еще раз до 10 раз, чтобы составить каталоги и симфонию. Я ее привез. Это впервые составлен симфонию на 12 томов, это 1173 биографию. Святой Дарафи, у него ученик Досифей, молодой офицер. Он очень интересующийся. Он подходит к учительу, святый Дарафи, и говорит Аба, а вот я Евангелие считаю, мне это непонятно. Как это понимать? Вопрос-то естественный. Он говорит, зачем тебе это надо знать? У тебя послушание за больными ухаживать? А он молодой, ему охота знать Евангелие. Он еще раз подошел. Согласно Евангелия, нужно ответить и разъяснить. К тебе уже пришел человек, накормить, жажду еще напоить. Он делает не так. Он идет теперь к настоятелю и говорит, у меня молодой офицер, недавно монашиста принял. Ну до того любопытно, он затеял Евангелие, ему надо знать. Это жития святых. Он говорит, я хорошо к тебе, а ты ему там дай как следует. Когда он подошел, он говорит, знаешь, я не знаю это, а хотя знает, обманул. И говорит, иди к настоятелю, а Аба тебе ответит. Тот говорит, ты что ищешь-то? Размахнулся раз ему, другой раз, а потом схватил палкой, да палкой ему и догнал его там. И он вернулся к своему Ави Дорофею. Это у Ави Дорофея. Да, Дорофея, главное Дорофея. А Тосифея это ученики. Нет, у Ави Дорофея это в его книге по учению. По учению, это все у него там есть. И он говорит, ну как, сходил? Сходил. А что? Ну хороший настоятель. Он говорит, ну а что он тебе ответил? Да он сказал, зачем тебя знать? А еще что? А он меня вот сюда ударил-то. И больно? Да нет, не больно. А потом, а потом как ударил вот здесь, так больно. А потом, а потом палкой гнал меня, да по ногам дворад ударил, да по спине. Я сейчас попробовал, да еще не сломал. Хороший настоятель-то. Это в пример ставится. Да Сипе это в пример, а каково вам-то будет? Я вижу, вот такой монастырь должен быть. Отдельно собираются, учатся и идут проповедовать, как учил Иоанн Златоуст. Престарелых, одиноких священников до кармии допаивать. Создать им достойную жизнь. Монахов много, чтобы взяли под презрение все дома, какие детские есть. Все больницы, дежурили, убирались под больных, червей выховыривали. Но сейчас мы все наоборот здесь видим, да, в монастырях. И вот об Иисусовой молитве. У нас есть монасты, да? Они говорят, занимайся Иисусовой молитвою. Там Евангелие и там послушание и все только об Иисусовой молитве. Я занимался многими нелангами и от восьми дел отошел последние два года. Много печатался в разной прессе, выступал по радио, в один день отрезал все, отошел. Я там больше я этим не занимался. Писал книги, издавал, отошел, не пишу, не издаю. Написал 3467 стихотворений, 50 куплетных. Ни одного стихотворения больше не пишу, водитель прекратил и все. Каждую неделю говорил 4 проповеди в храмах. 25-30 минут. Ни одной проповеди не говорил больше. Просто отошел, отдал молодежи. У меня осталось там R.F. морфот, а здесь у меня осталось R.F. молитва и форум. Молитва, это означает Солом 118-й, 164-й стих. Это мне Бог положил во сердце. Гавыд говорит, с семикратно в день, с семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. То, что я от чего отошел, теперь я решил заменить молитвой. И занимаюсь на форуме. МГФ. Не считая утренние и вечерние молитвы, но считая только ночные и дневные, я должен не менее семи раз в день помолиться. Это мы делаем нашей дорогой. А что такое разовая молитва? Разовая это Божьей милости. Три святоя. Громко так говорит, мы выехали, приняли нас в город, не приняли. Он семь минут, и мы знаем, сразу начинаем креститься. Ну, кладиться уже нельзя. Иногда машина останавливалась. Мы палатку расстилали и начинали молиться. И бывало так, что рядом где-то мусульмане молятся. В обилане нас никогда не дадут. Если ты молишься, мусульманин тебя защитит. Вот это запомните. Это у нас уже правило. Да. Мусульмане были, когда мы говорили, что мусульманин были. Мусульманин были. Сейчас мы были, они вышли там расстилели. Мы палатку расстилили. Они разводили. Только мы пораньше разводились. Мы помолились. Колено преклоненные молитвы. С воздеянием рук, как жертву вечернюю. Мы в конце молитвы поднимаем руки. Написано, чтобы мужи поднимали руки, без дела и сомнений. И молимся. Господи, прими наше это малое моление. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. И услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, исполни нашу молитву о всех, заповедавших нам, молись о них. А потом говорим, Господи, говори, слушай ты, слышит, раб твой. И молча стоим, слушаем, что Бог положит на сердце. И слушаться. И после этого бывает, что сказал? Не голосом, нет. Это внутреннее. Бывает уже принятый нами план, мы внезапно меняем. Ничего особенного здесь нет. Это все по писанию сходится. Но к этому надо навык иметь. Он уже устал. Сейчас мы еще чуть-чуть. Вот здесь кто-то пишет, что вот у меня приходит страх, необъяснимый. Как избавиться от него? Я объясню, потому что я попадал в эту ситуацию. Мне легко отвечать на это, я испытал. Одна женщина, хозяйка, приняла меня. Ну, ей где-то лет 65, а мне 24 года. А у нее в семье трагедия. Мужа на операции зарезали. Сын повестился. Второго сына начали поднимать башню, там, открывать. Опрокинулся, охрану убила. А жена, дочка вышла замуж, уехала с офицером. И она одна на большой дом. И в доме слышатся разные шурухи, стуки какие-то. Кто-то по потолку ходит. У меня моя родная сестра там была. Она все это слышала. И это в это время я занимался, конспектировал, я на золотоусто. С работы только прихожу. А работал я плотником, бетонщиком. На стройке-то не давали работать прорабом. Я профессиональный строитель. И я сижу, занимаюсь. И в это время необъяснимый страх. Вот как написано. Сзади. Вот так, как будто бы кто-то подходит. Я сейчас так сделаю, ты с ума сойдешь. Ты не выключай свет. Мысли. Ни слова, ничего нет. Я понимаю от кого. Я сразу тут же около стола становлюсь на колени. Начинаю молиться. Пока жаром тело все не нальется. Опять скажу, занимаюсь конспектируем, я на золотоусто. Бывает раза два завещать. Теперь мой сарай далекий. И там свет включается. Уголь набрать-то. Теперь я свет уже никогда не включаю. Только в темноте. Вот то, что он дает мысль. Я знаю от кого она. Я делаю теперь наоборот. Свет не выключай. Ложись спать. Я сразу свет выключаю. И сестра заметила. Примерно 40 секунд мне нужно, чтобы я заснул. Я за день вымотался. Здесь занимаюсь. Еще гимнастикой. Все. Готово уснул. И он эту горячку на меня гнал недели две. Полная победа. 50 лет позади. Больше ни разу не подожжу. Все. Все. Там борьба в сарае. Он на меня страх наводился. Там меня посетил ангел. Я теперь не сомневаюсь. А как ангел? Почему ты думаешь? Я иду с работы один в доме. Зима пургая. И ворота почти до половины. Двери в сарай. Замуровало снег. У нас в Сибири. Свидания тоже нету. Я откидываю снег. Захожу туда и думаю, у меня хлеба сегодня нет. Я так просто жил всегда так, чтобы 3 рубля и дальше не было. У меня за месяц 10 рублей уходило на питание. Я захожу и вижу, стоит большая литровая кружка. И на ней, кажется, 2 ломтя больших хлеба. Я один, никому не знакомый. В окрестностях знакомых нет. Я беру теплое. Я испугался. Но постоял, маленьком взял. Занес вызвал. Из-за того вкусный компот и хлеб. Я, кажется, такому вкусному и ел никогда. Никаких видений не видел. Но снег показал, никто не пришел. Если бы пришел раньше, там застыло бы в 30 градусах мороза. Слово Божие говорит так. Римлян, 16 глава, 20 стих. И Бог сатану сокрушит под ноги ваши. Сатаной надо не бороться только, но побеждать. Семену, вроде бы, было написано. Представил мужчина, огромного роста. И он не знает, что делать. Он говорит, ты не бойся, бери его. Только руки крест на крест сзади. Возьми вот так. Я взял, говорит, он как сноп. Я поднял, как грохнул его. Он так и провалился. Это образно. Это значит, избавить нас от лукавого. Страхи бывают то от землетрясения, меня задавят, то еще что-то. Но бывают естественные, понятные страхи. А бывают необъяснимые, ничем страхи. У меня отец с матерью ни одного класса не кончали. У нас было 10 детей в семье. Отец без руки, с войны. Я спал на полу и ночью проснулся. И под лавкой, лавка называется, скамейка. И там я увидел, что это черное, большое. Я истязался и запищал. Отец спас овечек в это время. И возле дома были овечки загорошены. Ну, там около тысячи овец. Отец меня потихоньку подвел. Говорит, пощупай что-то. Я пощупал, а там мама чугун с картошкой поставила. Чугун-то нагиб такой. Отец зарядил ружье. Говорит, пойдем овечек посмотрим, а то волки приходят. А мне 6 лет. Но ружье дроби не заряжен. Он мне дал и говорит, вот туда стреляй, чтобы запах пороха шел на овечек. Страх был расстрелян у всех. Больше этого, я кажется, никогда ничего не боялся. Это написано у Льва Толстого, а Хаджи Мурат. Похоже, такое рассказ. В моей жизни он был. Батюшка, народ уже устал. Помогите, отпустить можно? Да, да, да. Вот я здесь, ну, какие-то там выводы сделан для себя. Вот здесь мы начали с полного погружения. Да, поэтому, когда человек пройдет правильное обучение, то есть оглашение. Да, он сразу же сделает так его господничество. Помогу. А когда человек не знает, что такое крещение, или наполовину знает, то у него будут различные сомнения. Вот у нас вопрос у меня к Роману. Вот у нас, Роман, ты собирал подписи за поддержку против этих паспортов. Правильно, да? Да. Вот сейчас ты послушал ответ на этот вопрос. А как ты обозначил, что если выйдем со мной, то я не знаю, то я не знаю. Любая вещь, любая вещь можно служить для хорошего и плохого. Крестом взять крест, можно проповедовать креста до спятого. Этим же крестом можно использовать для совсем другого. Вот это мне правило, женам три правила. Мы запомнили, что у них нет права учить, не спорить. Не спорить. И третье. Это надо искать. Значит, еще раз не спорить, не учить и молчать. Скажите, кто знает, у кого есть родные, близкие, город Азах такой? Где? В Кусе. В Кусе. В Кусе. Да, в Кусе. Не знаю, где здесь. Так, вот они. В Курки. На кайке вещи здесь. Здесь уже в Кусе. Нет, это уже в Кусе. Отсюда? А сюда? В Кусе. А сюда куда-то? В Кусе. В Кусе. Здесь еще наши. В Кусе. Наверное, Равен. В Кусе. Когда он приедет, ты и сегодня. В Кусе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи Иисусе Христе, благодарим Тебя за эту встречу, что мы могли познать истины Твои. И благослови нашего брата Игнатия и моего духовного отца, благослови с ним и Николая, и Виктора, и его путешествия, чтобы эти книги дошли до сердца людей, дошли до читателей. И мы познали, как наладить свою семью, как еще ходить при Тобою и всегда предстать при Тобою, да стройно, одеснуя Тебя. Аминь. Аминь. Аминь.